Neon White это игра для настоящего геймера-гигашлёпа, у которого мощный комплекс RTX 3090, экран на 360 герц, быстрая реакция и отточенные годами геймерские скиллы. Единственное, чего не хватает на записи геймплея, это ножа бабочки, чтобы дополнить этот великолепный геймерский опыт. Ты не играешь в Neon White, она играет тобой. Это максимально расслабляющая и ненапряжная игра с добрым простым сюжетом. Неон White это по сути серфинг из CS GO с кучей наворотов и без серфинга, зато с элементами симулятора свиданий, которые все походу ненавидят. Я долго не хотел притрагиваться к этой игре, потому что говорю себе, что у меня нет времени и вообще я весь такой занятой. Но в данном случае все звёзды сошлись, другие ютуберы подхлестнули мой интерес, а один из зрителей закинул мне ключ для стима, за что я ему безумно благодарен. Исходя из всего этого, я был просто обязан пройти Neon White на 100% и рассказать вам об этой замечательной игре, которая сделала мою жизнь немножко лучше. Заранее предупреждаю, что игра в своей основе использует некоторые религиозные темы и их обсуждение ни в коей мере не призвано кого-то оскорбить. Обсуждение сюжета со спойлерами будет под конец видео. Я предупрежу вас заранее, так как знаю, что для некоторых это очень важно. И да, в конце немного информации про то, что я собираюсь разыграть рекопии игры в стиме, поэтому, да, если вам это интересно, это находится в конце видео. Но сначала небольшая интеграция от спонсора этого видео. MMORPG нового поколения ArcheAge с крутой графикой и уникальными особенностями доступна совершенно бесплатно. И как удачно, что на новом сервере EFNIR начинается очередной этап, суляющий игрокам тонны контента, наград, ивентов и летний боевой пропуск. Сервер EFNIR находится в России, так что можете рассчитывать на практически незаметный пинг и безопасность аккаунта. Весь ваш прогресс под защитой, так что можете полноценно наслаждаться исследованием мира ArcheAge. Каждый игрок получает кучу подарков для комфортного старта, и вдобавок к этому летний транспорт и питомцы, даже медведя дают. Также вы получите особого питомца с украшением, который будет помогать со сбором трофеев. Благодаря рунам опыта можно быстро пролететь через начальные уровни, чтобы не отвлекаться от сюжета. Сервер EFNIR сейчас сам в разгаре интересных событий. Следи за новым героическим событием, где лидеры рейдов сражаются за возможность первыми победить мифических боссов. Качай боевой пропуск летней Брисы и получи фамильяра Снежинку. Переходи по моей ссылке в описании и отправляйся в приключения по просторам ArcheAge. У игры есть очень простая завязка. Ты умер и внезапно очутился в раю. Но есть один подвох. Ты грешник, который не имеет почти ни единого шанса на искупление. О чём тебе и рассказывают местные надменные управляющие, которых здесь именуют верующими. Людей вроде главного героя называют неонами. Каждый год на 10 дней верующие вытаскивают неонов из ада и заставляют вычищать рай от демонов. Неон, который займёт первое место, получит возможность остаться в раю. Каждый неон получает свой собственный цвет и у главного героя он белый. Да, это всё большая отсылка на бешеных псов Тарантино, но это только начало. Каждый неон получает маску, которая является бомбой с дистанционным детонатором на случай неповиновения. И вдобавок ко всему этому у белого ещё и амнезия, что является главным мотиватором для общения с другими персонажами, которые имеют с ним общее прошлое. И вот мы отправляемся в путь. Игра поделена на маленькие миссии. Это полосы препятствий с кучей врагов, которых нужно убить, и конечные точки выхода. И тут в дело вступают карты. Это пистолеты, автоматы, дробовики и так далее. Они работают примерно так, как ты ожидаешь, но с одним очень важным условием. Если сбросить карту, то совершится какое-то особое действие. Например, пистолет позволяет сделать дополнительный прыжок в воздухе. И, соответственно, эта карта выпадает из противников жёлтого цвета. И ты понимаешь, в чём прикол неонвайт, как только разбираешься в этой механике. Разработчики настолько тщательно проработали каждый элемент игры, что даже самые сложные уровни почти не требуют какой-либо мыслительной активности. Сочетание цветов, видов противников, декорации и положения карт выверено до идеала и позволяет тебе за доли секунды, даже на первом прохождении уровня, понять, как его проходить. Чем дольше ты играешь, тем лучше становятся твои рефлексы, и под конец игры уровни проходятся на каких-то бешеных скоростях. Причём в каждую механику тебя вводят постепенно. Сначала дают попробовать её отдельно от всего остального, а затем медленно вводят в общий арсенал. Для гранатомёта ты получаешь целых 10 уровней с небоскрёбами, которые идеально подходят под его использование. Разработчики неонвайт смогли создать игру со столь комплексными механиками, но при этом сделать их максимально интуитивными и понятными игроку, что является верхом мастерства в данной игровой индустрии. И тут в дело вступает таймер. Каждый уровень можно бесконечно переигрывать, пытаясь получить максимальный ранг. И ты хочешь его получить, потому что эти уровни идеальны. Ты жаждешь разобраться в том, как его задумали разработчики, зачем конкретный демон стоит именно в этом месте и как его можно использовать. После получения серебряной медали открывается небольшая подсказка, как срезать дорогу на уровне, и иногда ты такой типа, ну нифига себе, то есть можно было просто пропустить такой большой сегмент, используя гибкость механик игры, и впоследствии, получив тузовую медаль, ты знаешь, что постиг этот уровень на 100% и можно идти дальше. Это затягивает, от игры очень сложно оторваться. Но не будем забывать, что эта игра ещё и является симулятором свиданий. Белый оказался в компании своих старых коллег с работы, которых он совершенно не помнит, но они-то помнят его очень хорошо. Красная — это основной романтический интерес Белого. Она женственная и вводит Белого вокруг пальца своими намёками, не говоря правду об их совместном прошлом. Да, по сути, это просто макема, и если вам нравятся подобные женщины, то да, это игра для вас. Лиловая — это бешеная микротёлка, которая одержима своими садистскими наклонностями и очень любит всё взрывать. А ещё она пытается вызвать в Белом ревность и идёт на миссию со своим симпом Оранжевым, который по странным обстоятельствам не доживает до следующего дня. Последний член команды — это Жёлтый. И Жёлтый — это чисто братан. Он всегда на позитиве, поддерживает Белого и говорит, что они с ним были лучшими друзьями, пили пиво и просто тусили вместе последние несколько лет. Жёлтый немного тупой, но, по сути, вроде как хороший парень. Главной опасностью является Зелёный — многократный чемпион ежегодного ивента, который убивает не только демонов, но и конкурирующих неонов. Именно здесь мы узнаём, что даже если выиграть в состязании, то пожить в раю тебе дают всего лишь до следующего года и придётся снова отстаивать свой чемпионский титул. Довольно депрессивная жизнь, на самом деле. Окей, нам нужно поговорить о том, что из себя представляет общение между персонажами. Это обитель кринжа, но кринжа выдержанного и искусно воплощённого. Здесь слилось буквально всё. Анимешные стереотипы, геймерские словечки и общий дизайн, который зайдёт Эджлорду-школьнику-фанату дурацких ремиксов на японский мотив, под который сейчас зумер зависает в клубах. Мне очень нравится это пафосное описание главного героя, которое всегда висит на экране. Профессиональный киллер в прошлой жизни, спасённый от вечного наказания, белый ставит на кон свою человечность. Кто же заслуживает место в раю? Ох, блядь. Это убого, но так потешно. Типа, главный герой постоянно говорит, что хотел бы маску волка, потому что он ассоциирует себя с этим животным. Хорошо. Я умер. Я умер. И видно, что все от сценаристов до актёров озвучки прекрасно понимали, что они делают. Эти голоса идеально подходят персонажам, диалоги заставляют улыбаться, а когда главный герой после идеально пройденной миссии с первого раза говорит, что её заноускупил, это не описать словами. Да, по сюжету главные герои являются аморальными дегенератами, но это мои любимые аморальные дегенераты. Развитие отношений выполнено примерно как в Данганронпо и других подобных играх. Ты приносишь подарок, шкала растёт, получаешь новый диалог. Здесь всё это сдабривается дополнительными миссиями, призванными отточить механики из основной игры. Эти уровни обладают определёнными ограничениями и позволяют совершенно по-другому взглянуть на уже знакомые инструменты. И тут я хочу заострить внимание на уровнях Лиловой, потому что её уровни полностью соответствуют её характеру. Всё забито шипами, которые убивают тебя при малейшем контакте. Ты всегда на волоске от смерти. И тут наступает вот этот великолепный момент. Тебе даже ачивку за это дают. Ты прямо чувствуешь, как разработчики смеются над тобой, и ты в любом случае сюда попадёшь, потому что в первый раз не заметишь другой выход. Или другой уровень, где ты проходишь как обычно и сталкиваешься с абсолютно непреодолимым барьером. И когда ты понимаешь, что нужно сделать, тебя оборевают чувства, что ты действительно умнич-разумнич. Не рассчитывайте на какое-то особое развитие отношений, оно будет лишь под конец. Но при этом сами по себе диалоги весьма смешные. Красная дразнит Белого, Лиловая создаёт ему проблемы, а Жёлтый просто красавчик. Раз уж мы заговорили о Данганронпа, то я вряд ли являюсь единственным человеком, который видит огромное сходство в музыке, оформлении и диалоговой системе. Эта игра буквально дышит Данганронпой, и это весьма приятно для старого фаната этой серии. Местные верующие буквально булят неонов, взрывают им маски из-за малейших косяков и даже запрещают им алкоголь. Поэтому один из ангелов открыл атмосферный подпольный бар для отчуждённых, в котором подаёт обычную воду за неимением чего-то другого. Но самым колоритным персонажем является Майки. Майки — это мультяшный кот с очками из Гуренлагана и вечной сигарой в зубах, который угорает по фильмам про мафиози. Он и даёт нам ежедневные задания, и их отношения с Белым развиваются по ходу сюжета. Котяра всё больше радуется тому, что главный герой смог пережить ещё один день. Главный прикол в том, что все видят ангелов по-разному, и мультяшным котом он является только для Белого. Например, Жёлтый считает, что получает задания от самого Джона Сины. Не стоит думать, что симулятор свидания и основная часть игры совершенно не связаны геймплейно. После прохождения каждого уровня на нём появляется тот самый подарок, который нужно достать для продвижения отношений. Как правило, это незаметные и труднодоступные места, которые требуют максимального понимания механика игры и идеального использования карт, которые присутствуют на уровне. То есть даже пройдя уровень на максимальный ранг, ты на самом деле должен уже примерно знать, где находится подарок, и отправляешься ещё раз, чтобы его забрать. Это очень прикольно, и под конец игры я клянусь, что не подсматривал гайды на ютубе. Ну ладно, ГАИС уровни были длинные, у меня было мало времени, мне хотелось... Ну ГАИС, ну типа никто не будет мне за это судить. Возможность общаться с персонажами и все эти кринжовые диалоги многим не особо нравятся, но лично для меня это было отличной возможностью отдохнуть после очередного набора миссий. Если бы всего этого не было, и игра представляла из себя просто линейный набор заданий, я бы, скорее всего, очень быстро спёкся, так что не вижу в этом ничего плохого. Но это не значит, что игра лишена разнообразия, нельзя назвать её графически выдающейся, но дрочиство на графику — это для лохов. Каждая локация игры, будь то прекрасные райские сады или огромные небоскрёбы высотой до неба, обладают своей атмосферой, музыкой и геймплейными приколами. У всего этого действительно есть дух чего-то за границей человеческого понимания, но на самом деле это просто игра, которая делалась под свитч, поэтому всё такое простенькое. И не то, чтобы у тебя было время всё это детально рассмотреть, эти локации на то не рассчитаны, но всё же в них что-то есть. Ближе к концу игры все механики становятся твоей второй природой, они врастают в тебя намертво, а в сочетании с телепортацией это будет самая безбашенная поездка в твоей жизни. И я не могу перестать хвалить то, насколько идеально выверен каждый уровень от начала и до конца. Уверен, что разработчики целыми неделями тестировали каждый из них, чтобы добиться такого результата. И единственная моя претензия после прохождения заключается в том, что уровней, использующих все механики в игре, как-то мало. Такое ощущение, что первые две трети игры это исключительно обучение, но это компенсируется тем, что буквально каждую главу тебе подкидывает что-то новое. Если разработчики решат выпустить DLC с дополнительными испытаниями повышенной сложности, то я покуплю его первым. Тем более, что после прохождения открывается целый режим с гонками против разных персонажей, так что фанатам будет чем заняться. Единственное, чего я не понимаю, так это то, как люди играют в это на Nintendo Switch, но простой поиск в гугле дал понять, что игра изначально делалась именно под портативку от Nintendo, и там она идёт в 60 FPS, что весьма уважаемо. Что же касается сюжета, то я не могу назвать его посредственным, у него есть свои взлёты и падения, присутствует некая таинственность, особенно что касается воли бога и почему он сам не разобрался с демонами. Поднимается вопрос с того, как людей даже после смерти преследуют призраки прошлого и чувство вины. Большой сегмент посвящён именно тому, как Белый по кусочкам собирает воспоминания о том, кем он был и как всё привело к его смерти. Последующие события оказываются весьма банальными, но сюжет игры, даже несмотря на то, что он весьма второстепенный на фоне геймплея, весьма неплохой. Эмоциональные моменты и неожиданные повороты присутствуют, так что он в принципе того стоит. Это история о неудачниках, которые пытаются разобраться в себе в процессе истребления сотен демонов, и это весьма круто. Сейчас начинается территория спойлеров, поэтому советую перейти по таймингу, указанному на экране, чтобы не портить себе впечатление, если собираетесь приобрести себе неонвайт. Главные герои состояли в организации наёмных убийц под предводительством Зелёного. Он растил их как своих детей, но помешался на идее и отомстить Синему, своему бывшему боссу. Белый хотел убежать с Красной и поселиться в каком-нибудь тихом месте, но в итоге соглашается участвовать. В ходе операции все персонажи, кроме Белого, погибают. Задолго до этого так называемые верующие решили восстать против Бога, убить всех ангелов и захватить рай. Они крадут у Бога книгу мёртвых, что позволяет вызывать неонов для уничтожения демонов. Однако вторая книга под названием Книга жизни была утеряна на долгие тысячелетия. И вот многие годы неоны сражаются за шанс пожить в раю, а в перерывах отправляются обратно в ад. Спустя какое-то время Белый умирает и встречает своих старых друзей. В процессе Жёлтый жертвует собой ради Белого и погибает от руки Зелёного. Всё это время Зелёный готовился к тому, чтобы разорвать порочный круг, собрать обе книги и уничтожить весь мир силой Бога. Но происходит нечто странное. Бог начинает говорить с Белым и рассказывает, где находится Книга жизни. Дело в том, что неоны являются отбитыми убийцами, которые не задают лишних вопросов. Именно они всплывают в море смерти на поверхности и участвуют в ежегодном испытании. Это заблудшие души, которые недосягаемы для воли Бога. Но Белый всё ещё страдает от чувства вины за смерть товарищей, поэтому падал всё глубже. Он не должен был попасть на состязание, если бы его не вытащила Красная. Она страдала все эти годы, но увидев его лицо, потеряла жажду к мести. Таким образом, Белый стал единственным, с кем Бог может коммуницировать в раю. Придя в третий храм, Белый видит следы бойни. От Бога осталась только рука, которая реагирует на главного героя и даёт ему книгу жизни. Но тут появляется Зелёный и пытается её забрать. Пожертвовав собой, Лиловый уничтожает книгу и клочки бумаги разлетаются по всему раю. Получив Божественную силу телепортации, Белый за считанные минуты собирает все страницы. Попутно оказывается, что маски на лицах Неонов это черепа погибших в сражении ангелов, а взрываются они благодатным огнём. Появляется новая проблема, собрать две книги недостаточно, нужно ещё и Божественное перо с чернилами. Но рука с зажатым пером находится за границами рая, в том пространстве, откуда приходят Неоны. Даже если до неё добраться, рука так просто не откроется. Зелёный придумал способ вытащить руку в рай. Он убивал Неонов и собирал их маски в одном месте, чтобы взорвать их и увеличить брешь между Раем и внешним пространством. Это единственный способ. Белый отказывается становиться детонатором, поэтому добровольцем вызывается Красная. Мы гонимся за ней, пока она обрушивает все мосты, но, к сожалению, не успеваем. Из-за взрыва рука выходит на поверхность. В долгой финальной битве Белый побеждает Зелёного и начинается процесс восстановления тела Бога. Из-за недостатка времени Белому приходится сделать выбор. Записать имя Зелёного в Книгу Жизни или Книгу Смерти. Простить его или обречь на вечные страдания. Белый прощает Зелёного и отправляет его душу на тот свет. Это не изменит ничего. Мы уже мертвы. Да, но я не требую иммулировать прошлое для того, чтобы сделать меня с этим. Так вот, как это закончится для меня, тогда, в свет. Не звучит так воприканчиво. Мы получили насчет, не мы? Я кинулся на счастливом . Я не думал, что мы будем делать это forever. Этернити о тебе? Нет, спасибо. Я хочу остаться из-за После этого главный герой отрубается, и затем следует диалог Майки и Бога, в котором Бог говорит, что сам не ожидал, что всё так выйдет. Он записывает имена главных героев в книгу жизни, и на этом история заканчивается. Если вы собрали все подарки, то перед концовкой можно получить последние воспоминания персонажей. Это мимолетные хорошие моменты их совместной жизни, любви Белого и Красной, дружбы Белого и Жёлтого и маленькие споры Белого с Лиловой. После этих воспоминаний Белый встречается с призраками своих товарищей, которые поддерживают его перед последней битвой, и это весьма трогательно. Также, если вы внимательный игрок, то собрали воспоминания Зелёного, где выясняется, что Белый сам его застрелил. Зелёный всё это время хотел отомстить Синему, который им воспользовался, но в процессе сам стал таким же, ибо обрёк близких ему людей на бессмысленную смерть. Вся эта история довольно простоватая. Она рассказана без особого бюджета, просто в формате визуальной новеллы с озвучкой, но в этом что-то есть. Ты привязываешься к этим челикам, поэтому их судьба тебе не безразлична. Мораль этой истории в том, что как бы мы кого-то не ненавидели, как бы бессмысленно это не было, нужно уметь прощать, чтобы избавиться от ненависти, получить душевный покой и идти дальше. И это довольно важное послание. Да, кстати, верующие проводят особую акцию. После каждой миссии можно получить билет для участия. Главной наградой является крутой меч, но по пути к нему есть награды поменьше, вроде мороженого, поездки на пляж, которые обязательно для каждого аниме, или похода в спа. И перед концовкой игры ты приходишь получать меч, и оказывается, что это просто коллекционный брелок в форме меча. Как же я ненавижу этих мразей. Если подвести итог, то Неон Вайт это великолепная игра на 20 с небольшим часов, которая затягивает с головой и за свою мизерную цену даёт что-то, чего мне давно не хватало. Это лучший тренажёр для зрительно-реакционных механизмов вашей черепушки, ну а всё остальное является хорошим мотиватором для получения высших медалей и нахождения секретов на уровнях. Это безусловно главное открытие для меня в этом году и оттого хочется советовать её всем моим зрителям. Конечно, это не игра года, как говорят многие, но в ожидании осенних релизов самое то, чтобы скрасить ваши летние деньки. У многих есть предрассудки по поводу инди-игр как чего-то дешёвого и посредственного. Но редкие игры вроде Неон Вайт, которым никогда бы не дал зелёный свет большой издатель, показывают совершенно другую сторону гейминга. Не очередные проекты, в которых каждый игрок найдёт что-то своё, а сфокусированное видение маленькой команды, которая хочет сделать очень конкретный проект с конкретными целями. Я и сам редко играю в инди, но Неон Вайт в очередной раз доказывает, что именно в сфере инди находятся те уникальные экспириенсы, которые порой могут завлечь намного сильнее, чем очередной триплей-блокбастер, сделанный по всем знакомой формуле. Может быть мне стоит почаще пробовать такие маленькие проекты в надежде наткнуться на что-то особенное, на что-то сделанное с любовью, где чувствуется прямая связь между игроком и создателем. Это та самая другая сторона гейминга, которая всё ещё может удивлять и дарить новые впечатления. Поэтому в группе ВКонтакте я разыграю три Steam-ключа на Неон Вайт, чтобы вы могли к этому также приобщиться. Если вам понравилось видео и вы хотите видеть разборы инди-игр в дальнейшем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и залетайте в Телеграм, группу ВКонтакте и Дискорд. Все ссылки в описании. Огромное спасибо тем, кто поддерживает канал донатами и подписками на бусте. Вы самые лучшие, гайс. Мне было очень приятно рассказать о такой игре и надеюсь, что нас ищет свою фан-базу и мы ещё услышим про Неон Вайт. Да, кстати, если хотите ещё что-то посмотреть, то на экране вы можете жмакнуть на длинный видос по Metal Gear Solid 1 и моё видео про Человека-паука на PS5, который уже скоро заглянет на ПК. А так, всем пока!